Прежде всего, хочу сказать, что я очень специфически отношусь к такому слову, как мода. Я даже его, если можно так сказать, не люблю, потому что не все модно, что гармонично с нашей фигурой сочетается, и что красиво, что соответствует каким-то законам эстетики, тех же самым законам пропорции, золотого сечения. Понимаете? Но это модно. Модно, например, короткие штанишки в обтяжку с большущими сорокового размера кроссовками на тонких ножках. Ну какая может быть в этом красота? Или еще недавно были очень модно брюки с заниженной линией талии, и еще, извините, спущенные по шву сиденья вниз, и это тоже смотрелось ужасно. Все ноги укорачивают. То есть разрушение пропорций, это было модно, но это совсем некрасиво. Поэтому давайте поговорим о том, что же все-таки нам предпочтительнее. Или мы будем талии, или мы будем сохранять свою красоту, сберегать ее, понимаете, и демонстрировать людям наш хороший вкус, понимание вот этих вот хорошего вкуса и пропорций. Больше, я считаю, наш разговор сегодня будет, в общем-то, об этом. Хотя мы посмотрим с вами картинки. Я, готовясь к этому эфиру, очень много пересмотрела показов. Смотрела я показы с модной, с недели в Милане, неделя моды была, да? В Нью-Йорке неделя моды проходила. Это осень, зима, 23-го года на будущее. Ну, в двух словах, что скажу? Много бархата, много блеска, много поэток, очень много. Брюки шьют из ткани в поэтку. Костюмы шьют из бархата. Вот представьте себе, ну, у нас в основном аудитория такая возрастная, да? Наденем мы на себя брюки из поэток? Я думаю, что нет. Брюки из бархата или пальто, расшитое стразами сверху вниз и так далее целиком. Но, видите, на модных показах, на подиумах формируются так называемые арт-объекты, артистический объект. То есть художники, они создают, ну, какой-то цветок, какой-то шедевр своего рода, да? И показывают нам на базе вот этого цветка, вот этого какого-то оригинального красочного образа, показывают нам то, что они хотели бы видеть. А уже те байеры, те люди, которые смотрят вот это все, производители одежды, они стараются посмотреть, что схоже у разных художников. И вот эту схожесть начинают, какой тренд, какая тенденция повторяется, может быть, да? Что большим хорошими отзывами сопровождается. И вот она начинает воплощаться у нас в промышленных коллекциях, которые, конечно же, очень сильно отличаются от того, что мы видим на подиуме. Поэтому я, честно сказать, в этих подиумных показах давным-давно уже разочаровалась. Потому что мне, как создателю одежды, как человеку, который каждый день вам придумывает какое-то новое платье, какой-то новый образ создает, жизненный образ, реальный образ, для сегодняшнего дня, для практичности, в общем-то, для всего, мне это совершенно бесполезно. Я всегда хочу увидеть какую-то интересную деталь, чтобы ее повторить, для разнообразия. Но редко за этой мишурой, за этой красочностью я эту деталь могу разглядеть. Поэтому мне больше всего нравится рассматривать коллекции промышленные. Буквально два слова скажу на эту тему. Еще какой-то вопрос, я чуть попозже на него отвечу. Давайте все-таки я не буду сейчас отвлекаться. То есть я недавно, ну как недавно, несколько лет уже назад, когда я смотрела коллекции Дольче и Габана, прям, так сказать, на подиуме, подиумной версии, я просто-напросто, ну, была не разочарована. Я ничего из них не могла взять для того, чтобы вам посоветовать. Но когда мне Саша, моя штайра ученица, показала их промышленную коллекцию, то есть то, что они реально шьют для продажи, я была в шоке. Я сходила в наш ГУМ, ЦУМ, извините, да, нашла эти платья, нашла эту одежду Дольче Габановскую, да, коллекцию. Я была поражена до глубины души. Почему? Потому что в те годы нельзя было шить платье, например, силуэт рыбка на рельефах, да, то есть вот такое вот платьишко ГАДЭ. Нельзя было шить рукавчики с головкой, рукавчики с головкой, то есть с защипами, или с какими-то, точнее, рукава, я имею в виду, или с какими-то сборочкой с какой-то, да, они удобны нам. Почему? Потому что часто ручки вот в этом месте бывают полные у нас, да, и ширину окатов точного рукава нам хочется расширить. Но когда мы ее расширяем с помощью лучевой раздвижки или еще каким-то образом, мы увеличиваем окат рукава, и он уже не подходит к пройме нашей, куда лишнюю ткань деть. Вот ее забирают в аккуратненькие защипчики или в присборочку. Так вот, я такие платья шила всегда. Но те годы, о которых идет речь, мода нам строго-настрого запретила шить такие рукавчики. Это было абсолютно не модно, это было старомодно. И я не могла своим барышням, тем девочкам, которые приходили ко мне, предлагать такую моду. И вдруг, что я вижу? У этих хулиганов, Дольче и Габбана, да, у них промышленная коллекция именно с такими рукавами. Все, как я люблю. Закороченная чуть-чуть плечика на полтора сантиметра. Понимаете? То есть промышленные коллекции и подиумные коллекции, они ничего общего между собой иногда не имеют. Что их объединяет? Их объединяет, как правило, цвет. И, как правило, ткани, из которых эти коллекции шьются. То есть все, что мне нравится, все, что соответствует языку одежды, все, что украшает любую женщину, это все отражается вот в этой промышленной коллекции Дольче и Габбана. Например, вот этот полуприталенный силуэт, вот эти силуэты рыбка, вот эти рельефы, вот этот вот эффект ГД небольшой, вот такие рукавчики. То есть все очень спокойно, очень все, так сказать, привязано к жизни. То есть это то платье, которое каждый из нас купит. Причем хорошего кроя, хорошей технологической обработкой, конечно, очень дорогое. Вот за это любят коллекции дорогих брендов, потому что на подиуме они показывают одно, а в жизни они делают, конечно, совсем другое. Ну вот, это, так сказать, небольшое предисловие у нас. А теперь давайте посмотрим. Вот посмотрите, Дольче и Габбана, 22-й год. Вот такой вот нам показывают картинку. Извините, драные джинсы со всякими нашитыми туда отделками и так далее, и так далее. Вот, вот с этими вот такими, да, и летнее, так сказать, пальто, о котором мы много раз уже с вами говорили, оно тоже расшито все поэтками, блестками, какими-то стразами и так далее, и так далее. Наденем мы с вами такое на себя в жизни? Конечно, вряд ли. Дальше. Следующая картинка. Ну, вот тоже Дольче и Габбана коллекция ихняя, да? Их коллекция. Посмотрите тоже какое. Ну, ведь тема летних пальто для нас актуальна. Так вот, мы берем эту идею, потому что идея летнего пальто, вот такого комплекта, который я вам демонстрировала в прошлый раз, она очень сегодня актуальна. Это тенденция моды. Когда летнее пальто, вот посмотрите, уже идет преображение вот этой идеи. Это уже не подиумная коллекция. Это с ярмарки мастеров кто-то шил. Кто-то шил и предлагает купить вот такое вот пальто. Это тоже летнее пальто, но посмотрите, как оно выполнено. Да? Это уже гораздо спокойнее, это уже более носимая вещь. И цвет дружит, подходит друг к другу. Нижние одежды, верхние одежды. Сегодня вот закончится эфир. Я вам тоже продемонстрирую еще одно такое летнее свое пальто, которых у меня много. Вот она идея. Коллекция какого-то восточного дизайнера из Дубаев, да? Посмотрите, жаккардовая ткань. Жаккардовая – это значит вот такая яркая, красивая, интересная и формоустойчивая. Брючки и это же самое летнее пальто или, ну, я не знаю, как это, кардиган такой назвать можно. Смотрите, как это смотрится хорошо. Я не призываю вас сделать это все именно из-за такой вот яркой ткани. Вы можете это сделать из чего-то более спокойного. Но посмотрите, как это будет хорошо смотреться. И маленькое пятно в виде топика, которое дополняет вот это все и разгружает вот этот комплект. Вот такая идея. Посмотрите, то же самое летнее пальто. Как преобразуется? Но это уже носимая вещь у нас, правильно? Посмотрите, вы подобрали нижнее платье и верхнюю вот эту плащ, накидку. Это можно вполне выполнить без подкладки. Не надо делать никакой подкладки. Не надо ничего утяжелять вот в этом месте, да? Смотрите, как это хорошо будет смотреться. И, пожалуйста, чем это вам не идея? Очень интересный, модный, хороший тренд на сегодня. И очень, главное, простей, практичный и очень, очень удобный. Еще одна идея. Любимая моя форма. Тоже пальто, но теперь уже это укороченное пальто. Оно коротенькое, так как бы полупальто. Может быть, как куртка можно это назвать. С хорошими свободными прибавками. Здесь прибавки примерно по 6-7 сантиметров идут. Вот такие, да, тоже жаккардовая ткань. Очень яркая, выразительная, красивая. И успокаивает всю эту красоту. Вот такие ровненькие, прямые брючки. Посмотрите, они не сложены какими-то складочками. Они не обужены. Они не деформируют наши ножки. Ножки наши, какие бы они там ни были, они там прячутся и делают этот образ очень-очень законченным и красивым. Поддерживается это все каким-то платочком, шарфиком. Может быть, это тоже восточная коллекция, я не знаю. Но почему бы нам с вами так не одеться в какой-то прохладный летний день, допустим, да? Очень красиво и очень гармонично. Вот еще одна идея. Но эту картинку я тоже не могла пройти мимо. Тут брючки расклешенные книзу. Ну, поклонница я вот таких брючек. Идут они очень многим, потому что не у всех у нас длинные ножки, не у всех у нас хватает роста. А вот такими брючками мы можем спрятать какие-то удобные на платформе, допустим, башмачки наши, туфельки, ботиночки, полуботиночки, босоножки какие-то, да? И закрыть это все длинными, удлиненными, расклешенными брючками. Ширина таких брючек в готовом виде может быть внизу 28 сантиметров, максимум 30 сантиметров. Не делайте их больше внизу. И это не будет перебором, но это будет всегда красиво, эстетично. В сочетании с туфельками на каблучке это будет просто здорово. Такая же тема, тоже широкие брючки, потому что одним из трендов сегодня являются как раз брюки, высокие с высокой посадкой и широкие по всей ширине. Это тоже тренд, тренд на сегодняшний день широкие брюки. Ушли в небытие вот эти обтянутые скини, как их еще называют, брючки, которые похожи на колготки, леггинсы так называемые. Ушли. Они мало кого красили. И слава богу, что они ушли. И слава богу. То есть на смену им пришли вот такие широкие штанишки. И это тоже нас радует. Еще одним из трендов, ну вот сюда попалась эта картинка, может быть я к ней еще вернусь, является сцент на рукавах. Сегодня очень модно делать широкие, широкие, красивые, интересные, необычные формы рукавчики. Но смотрите, если их сделали вот такими объемными из какой-то органзы, потому что она стоит, прям буквально вот она держит форму, эта органза, да, невероятно широкие к низу сделали этот рукавчик, то они успокаивают эту всю историю совершенно узеньким, спокойным вот таким вот низом, однотонным, без перебора. Два цвета, сочетание черного и белого. Всегда классика, всегда гармония. Милый горошек. И черненькими пуговочками вот это все поддерживается связь с юбочкой. И посмотрите, силуэт рыбка. И многим и многим из нас это все подойдет. Так, что еще я тут хотела вам показать? Вот эти картинки кончились. Давайте вот в эту сторону пойдем. К вопросу о том, что сегодня модно. Я просто сейчас переберу вот эти картиночки, которые я подготовила, не буду их как-то сортировать. Может быть здесь не все и так идеально, но я хочу на этих примерах показать вам тенденции, которые мы можем применить для себя. Посмотрите, летние платья. Так как тенденция сегодня, это акценты идут на рукава, частью вот таких рукавчиков могут быть вот такие так называемые оборочки. Это похоже на крылышки, о которых мы сегодня говорим. Двойные вот такие вот оборочки вверху. Посмотрите, как они приподнимают наши плечики. Вот мое платьице. Это тоже примерно какие-то крылышки, какие-то акценты на рукава, которые вот так вот сегодня актуальны. Это хлопчатобумажная ткань какая-то, может быть это лен, может быть это, скорее всего, что это может быть лен, хлопок какой-то. Это каре, воротничок и два ряда вот таких вот оборочек, которые как раз делают и акцент на ручке. Но здесь у нас удлиненная талия, оборки, вот такой поясочек, который вытягивает. Ну, вот такая вот тенденция. Еще один пример того, что сегодня модно. Посмотрите, какие интересные, сложные сделали рукавчики. Если мы полненькие и у нас нет талии, давайте не будем ее так обтягивать внизу. Создадим внизу тот силуэт, который нам нужен, но на рукава сделаем вот такой акцент. Здесь этот акцент, тут и крылышки, тут и какой-то расклешенный вот такой вот рукавчик фантазийной формы. Вы посмотрите, мы легко можем его сфантазировать с вами. Еще и разрез сверху по рукавчику есть. Еще это сделали акценты за счет того, что пришили вот такую отделочную, контрастную какую-то. Кружавчики какие-то сюда закончили. Смотрите, как хорошо все получилось. Мне очень нравится эта тема. Ну, а талию подчеркивать совсем не обязательно. Если вы к таким рукавам сделаете совершенно спокойный, подходящий к вашей фигурке ровненький низ, будет великолепно. Еще одни рукава. Посмотрите, какие рукава. Вот это тенденция сегодняшней моды. И в этом платье, почему я его вам предложила, посмотрите, обратите внимание на пояс. Вот этот вот пояс, ремень с пряжкой сделано из этой же ткани, из ткани нашего платья. Это то, что я очень часто применяю среди своих учениц. Вот я сейчас даже позволю себе встать и отойти, показать вам такой ремешочек. Мы его заказываем, и нам делают такую обтяжку. Нам делают... У меня старенький сохранился. Я не знаю, куда его даже приспособить. Вот посмотрите, какой, да? Я шила себе вот такое платьице из такой ткани. Это трикотаж какой-то вот такой пыльно-роза. Платье, надо сказать, оказалось неудачным. Что-то я его так носить не смогла. Но поясочек к нему я вот такой сделала. Потому что любое платье обязательно сделает вот этот вот такой вот поясочек. Если в вашем городе есть возможность заказывать вот такие вот вещи... Ну вот он у меня уже много лет лежит, он немножко у меня уже изломался. Но, тем не менее, я его не ношу, не одевала практически ни разу. Но, тем не менее, вот эта идея, она очень-очень хороша. Можно на любое платьице, можно на любое платьице, простое, самое простое, наша базовая конструкция. Заказать, сделать вот такой вот поясочек, и вы будете в тренде. И вы всегда будете уже на уровень, на голову выше. Появится элегантность, появится вот эта статусность, появится вот эта вот законченность всего-всего. Ну, это, конечно, для тех, кому можно носить. Еще, посмотрите, это у нас Шанель. Шанель, да? Платьица из твида, из ткани Шанель, из ткани москвичи. Ткань Шанель вот такого плана, однотонная, без блеск, без всяких там поэток и без всего. Прекрасная, разных-разных цветов продается в тканях. Там, где тесура, итальянские ткани, в арке, внутри дома, внутри. Надо в арку зайти, не знаю, как он там называется. Никто мне за рекламу не платит. Но если вам интересно, сходите, посмотрите. Вот посмотрите, вот это платье можно шить по нашему марафону, самому первому. Когда мы шьем платье, складываем ткань в четыре слоя без выкройки. Без выкройки, здесь нет ни одной выточки. Удлиненное вот такое вот плечо, и вы только рукавчик разводите и делаете его гораздо шире, чем длина проймы, чем те 20 сантиметров, о которых мы говорили там. И закладываете вот это все такими складочками. Сделать это элементарно. Но посмотрите, какой тренд. Опять, если мы полненькие, мы можем вот эту часть сделать, такой, которая нам подходит. А уже рукавчики на рукавчики сделать можно. Из жирси можно? Конечно, можно, пишут нам. Так, что еще у нас здесь? Ага, пальто. Живанши. Вот, не знаю, видите ли вы, это сегодняшняя мода, мода 23-го года. Посмотрите, очень сильно укороченное плечо. Я бы сказала, прямо наполовину укороченное плечо. Не знаю, видно ли здесь вам. И заложены какие-то складки. По две складки, по-моему. Одна впереди, другая сзади. Вот такие бантовые складки. Внутри подставлены, конечно, подплечники. Тема подплечников сегодня очень-очень актуальна. Потому что снова в трендах смотрите, какой широкий пояс плечевой. И зауженное, аккуратненькое пальто к низу. Уже спокойное зауженное. Потому что я много раз вам говорила, если вы расширяете где-то форму своего изделия, допустим, в плечевом поясе, делаете акцент на рукава, это много объема. Значит, нижнюю часть вы должны делать уже на контрасте. Очень спокойную, очень элегантную, чтобы весь силуэт вас вытягивал. Чтобы в конечном результате форма получалась вытянутого прямоугольника. Тогда вы никогда не проиграете. Тогда вы будете в трендах. Идем дальше. Сегодня лето. Значит, что мы шьем со своими барышнями вот здесь? К сожалению, не сфотографировала. Вчера опять заторопилась. Такую красоту мы шили солей. Трехъярусные юбки. Трехъярусные юбки. Это тоже у нас есть такое видео. И в видео в школе есть это видео. Наша Леночка, я думаю, его найдет. Как рассчитать эти трехъярусные юбки? Трехъярусным юбочком, посмотрите, вот она, трехъярусная юбка. Делается для всех полненьких. У нас очень много полненьких. Что подходит? Это завышенная линия талии. Посмотрите. Вы от своей линии талии наверх отступаете примерно сантиметров 5. А то и 6, зависит от роста, а то и 7. И верх делаете таким укороченным и очень-очень простым. В данном случае это платье-рубашка, платье-халат, если можно так сказать. Потому что застежка идет сверху вниз. Вы можете вообще никакой застежки не делать. Не обязательно делать рукавчики. Но вот этот тренд на валаны, на оборки, на эти ярусы, он очень и очень актуальный. Из каких тканей можно это шить? Из любого хлопка это можно шить. Если вы полненькая, не надо шить из муслина. Муслин полнит. Если вы полненькая, шить из ткани, которая немножко тянется. Не то что тянется, тянуться ей не обязательно. Которая тяжелая. Чтобы вот эти оборки, они вас не расширяли. Они будут, они будут давать движения. Они не обтягивают животик. Они настолько комфортны. Они настолько хороши. И это является трендом. Посмотрите. Вот такое платьице. Опять. Выполненькое. Ну что? Его можно легко выполнить по тому же мастер-классу, который у нас сейчас есть на сайте. Складываем ткань в четыре слоя. Когда можно сделать это спущенное плечо. Не обязательно делать вточной рукав. Даже не обязательно делать здесь вот эту нагрудную выточку, если вам сложно. Сделайте вот такую юбочку. Лен. Жара. Понимаете? Но обращайте внимание на образ в целом. Этот образ. Образ такой вот экологический. Да? Поддерживается тканью. Поддерживается цветом. Это не ярко-красный, не ярко-зеленый, не ярко-синий. Вот такой экологический. Да? Шляпка. Которая похожа на соломенную шляпку. Обувью. Посмотрите. Все здесь с сумочкой. Все здесь завершает вот этот образ. И поэтому это выглядит так хорошо. И это пойдет многим и многим из нас, кто немножко набрал лишних килограммов. Еще один тренд. Шитье. Посмотрите. Пожалуйста. Создавайте вытянутый прямоугольник. Что здесь у нас? Здесь рукав реглан. Мы тоже его с вами проходили. Тоже у нас есть урок в видеошколе. Да? Рукав реглан. Нагрудная выточка переведена в горловину. Рукавчик по кату рукава тоже присборенный. Прибавка по груди небольшая. У кого большая грудь, верхний тип, не надо себя в груди увеличивать. Сделайте прибавку по груди 4-3 сантиметра, может быть 5 сантиметров. А прибавка по бедрам уже идет на раскрешение. Здесь уже 4-5. Но тут надо смотреть от ваших мерочек. Меньше старайтесь не делать. И создавайте вытянутый прямоугольник. Кто-то прямое сделает за счет длины. Оно длинное. Вот, пожалуйста, опять ярусы. Опять шитье. Шитье сегодня очень актуально. Здесь предлагается шитье с рукавами. Но мое вот такое наблюдение. Ткани, вот эти вот платья с ярусами, летние платья и шитья, лучше делать все-таки без рукавов. Не обязательно белые. Потому что шитье сейчас и розовое, и цветное продается, и с набивным рисуночком продается. Очень-очень много шитья. Бывает очень жесткое, формоустойчивое. А бывает, наоборот, мягонькое. Смотрите, как красиво. И мы шьем с моими девочками платье из шитья. Дальше, может быть, я тоже буду вам снимать и показывать это все. Но уже без рукавов. Потому что если мы полненькие, и рукавчики, рука у нас открыта, то у нас четко рисуется вытянутый прямоугольник. А если рука вот как сейчас закрыта, и мы еще полненькие, прямоугольник начинает превращаться в квадратик. И мы начинаем, конечно, немножко проигрывать. Так, это я вам Этро. 22-й год показала. Костюмы. Моя любимая тема. Посмотрите, что мы можем здесь посмотреть. Это картинка с подиума. Широкие брюки. На высоком. Высокая посадка. Расширенный с подплечниками плечевой пояс. Брючный костюм. Из одного цвета. Ну, вот видите, что подиум нам показывает. Показывает, что там одет один бюстгальтер. На голое тело это одевается. Мы с вами такое себе позволить не можем. Но мы можем позволить себе маленький топик. Шелковую блузочку, которая будет заправлена. Какую-то трикотажную маленькую маечку, блузочку. Почему нет? И вполне вот такая вот тема костюма. Брючного костюма. С широкими брючками. С не слегка расширенным, в меру расширенным плечевым поясом. Но с правильными подплечниками, о которых мы уже много с вами говорили. Подойдет буквально каждый из нас. Еще один тренд. Еще один акцент. Посмотрите. Полным женщинам не идут широкие брюки. Мы не можем их сделать широкими сразу от бедра. Иначе у нас получится не вытянутый прямоугольник, а получится квадратик внизу. Но полные женщины будут делать внизу брючки себе шириной примерно 26-27 сантиметров. И у них будет получаться брючки, зауженные книзу. Одевайте такие брючки. Я бы сверху еще одела в цвет нашим брючкам такой же топик. А вот сверху вы надевайте все, что вы хотите. В данном случае показана вот такая вот куртка с цельнокроеным, скорее всего, рукавом. Мы умеем с вами ее кроить. Это очень простой крой. Это может быть такое полупальто. У меня тоже вот оно есть. Прямо в красном цвете выполнено. Может, когда-то я вам тоже сниму и покажу, как это все выглядит. Легкое вот такое вот полупальто. Но если это из драпа сделано, значит, все-таки оно, конечно, на подкладке. Любое яркое пятно в виде вот такой объемной куртки. Здесь прибавки по груди до 10-12 сантиметров. И по бедрам доходит силуэт зауженный немножко книзу. Потому что очень объемный рукав. И мы книзу немножечко это все успокаиваем. Смотрите, в целом, как это хорошо смотреться. То есть интерпретируем дюма для себя. Понимаем, что можно. Чистые краски. Чистый цвет. Очень много сегодня ушла пестрота. Ушли вот это многоцветие. Ушли вот такие цветочные принты, которые еще недавно буквально были в каждой коллекциях. Стараются делать бело-синий, бело-желтый, бело-розовый цвет, бело-черный цвет, я бы так сказала, делать. И, конечно, вот такие вот однотонные краски. Все-все-все-все-все. Так, сейчас прочитаю сообщение. Уважаемая Галина, здравствуйте. Слушать вас это эстетическое удовольствие. Раньше я не краила и не шила, не решалась. Спасибо за мотивацию. Готов летний сарафан, внучки. О себе летнее платье. Как это приятно. И еще кто-то пишет. Слушаю с удовольствием. Очень приятно, спасибо. Да, вот Леночка нам напоминает. Девочки, я должна вам сказать, тем, кто у нас москвичи, я подготавливаю очередной мастер-класс. Пораскрою сразу на ткани в Москве, чтобы я могла ответить, показать вам, ответить на ваши вопросы. Дата и время по договоренности зарегистрироваться нужно заранее. Ссылка будет в описании к видео. Спасибо, Леночка, что напомнили. Я могу увлечься и не рассказать об этом. Вот еще один тренд. Тоже картинка. Ральф Рауэн. Тоже характерно на сегодня. Тоже то, что нам можно с вами для себя приспособить. Опять широкие брючки. Ширина брюк внизу. Вверху такая, какая у нас есть. А ширина брюк внизу закрывает нашу обувь. Посмотрите. И поэтому можно носить каблуки. Какие-то удобные нам башмачки. И так далее на платформе. Это тоже примерно 28-30 сантиметров. Вы знаете, что мы стараемся. Ширина брюк внизу выбирается по длине стопы. Если у вас 37 размер, то длина вашей стопы будет 24 сантиметра. И вот такие брючки надо делать, например, больше, чем 24. Скажем, на 25, 26, лучше 27-28 сантиметров. И дополнять это каким-то топиком того же цвета, что и брючки. А сверху уже надевайте и жилетки, и жакетики, и шифоновые. Какие-то платья-рубашки можно одевать. И сорочечные ткани платья-рубашки. И сафари. Все что угодно. Пожалуйста, надевайте сверху. Так, добрый день. Шила выпускное платье без примерок по вашей книге и вашим рекомендациям. Фото отправила в ВК. Платье светлое. Очень приятно, Дина. Очень хорошо. Спасибо большое за то, что вы у нас есть. И что можно всегда обратиться в сложных случаях. Конечно, обращайтесь. Девочки, а вот еще один тренд. Это полоска. Пестрота красок. И рисуночки у нас двухцветные. И, конечно, наши дизайнеры не могут обойти тему полоски. Очень широко она распространена. Пожалуйста, вот такое платье. Оно не отрезное по линии талии. Платье-рубашка. Его тоже можно выкроить по нашей выкройке. Складываем ткань в четыре слоя по первому нашему парафону, который всегда доступен вам на сайте. Та же самая история. Посмотрите, какое симпатичное платьице. А бочки сделаны из ткани кокетки. Все акценты расставлены правильно. А поясочек может быть, а может и не быть. По-моему, он не подходит. Пожалуйста, не делайте его. Еще правильно расставленный акцент. И еще платье по той же выкройке. Посмотрите, какое чудное. И все это тенденция. Оно спокойное, оно однотонное. А отделка подобрана у нас. Вот такая вот двухцветная. Ткань, похожая на джинсовую. Еще одно платье. Платье называется в стиле сафари. В стиле сафари это платье с отстрочками, на застежке, с накладными карманами, с планками, с воротничками, на отрезной стойке или с какими-то другими. Просто на стойке. Пожалуйста, сегодня это тренд, сегодня это тенденция. Это лен в нашем распоряжении. Все, что угодно. Хлопковые ткани, джинсовые ткани. Всегда будет красиво. Дополняется эта вся тема, допустим, кармашками, кулисками, если это нужно. Кулиски могут быть частичные, не обязательно по всей ширине, не обязательно их затягивать, только чуть-чуть обозначили себе талию, чуть-чуть повыше, чем она у есть на самом деле. Вытянули нижнюю часть, сделали какие-то шлицы, разрезы и все великолепно. Вот это же платье с такой, так сказать, зупатной застежкой, она даже фальшивая застежка, воротник, стойка, выкроено все по той же выкройке, спущенное плечико небольшое. Делается довольно легко, но здесь уже вот опять любимая полоска тренда сегодняшнего дня. Тренда сегодняшнего дня и одна и та же выкройка. Ну вот и все. Это у меня было здесь. Сейчас еще несколько фотографий подобрано у меня и мы заканчиваем. Затянулась сегодня наша тема. Ну, давайте все равно. Платье. Коротенькое платье в стиле Шанель. Посмотрите, базовая конструкция, никаких воротничков, два рядочка пуговиц. Ну как это хорошо смотрится. Опять расширенный плечевой пояс, опять обыкновенный вточной рукавчик. Но все это дополнено шляпкой, какими-то простыми аксессуарами, сумочкой. И как это выглядит безупречно? Разве не можем мы с вами повторить что-то похожее? Черно-белая тенденция. Да, вы черно. Да, не всем подходит. Но мы же можем это взять на себя. Любая девочка должна иметь черное платье. Сделайте черное платье с белым воротничком. Посмотрите, как будет это красиво. Поддержите этот белый воротничок белыми пуговочками, например. Белыми манжетиками не обязательно, такими большими, как здесь. Вот вам, пожалуйста, вы для себя вот эту тенденцию отражаете. Платье плюс пальто. Вот такое сочетание вот этого цвета кэжел и красного такого даже морковного какого-то цвета. Я бы, конечно, сомневалась их сочетать. Но художники предлагают. Для меня это не очень так эстетично кажется. Кажется, что это вычурно немножко. Но что здесь хорошо? Вытянутые линии, спокойный крой, четкий плечевой пояс. И расширенные немножко плечики. Английский воротник. Шляпка. Не забывайте, мои хорошие, про шляпы. Старайтесь их носить. Внедряйте их в свой гардероб, как бы вы не отвыкали от них за всю свою жизнь. И сумочка. Сегодня, кстати, трендом является сумочка и туфли одного цвета. Много лет нам мода не разрешала этого делать. А сейчас разрешает. И мы, потому что это классика, потому что так было всегда, так было испокон веку. И это потому, что это гармонично, потому что это красиво. Это не разрушает, а дополняет наш образ. Пожалуйста, вся такая же история. Платье на запах, совершенно простое, английский воротничок, расширенный плечевой пояс, обязательно с подплечниками. Платье двубортное, акцент на руку и узенькое внизу. Английский воротник, двубортное платье и сумочка и туфли практически одного цвета. Ну все. Так, моя программа закончилась. Давайте, что еще вы тут мне пишете? Мы сегодня 40 минут с вами говорим. Как быть с противоречием для фигуры нижнего типа? Не спорить с формами фигуры, то есть раскрешить, но при этом не увеличивать ширину груди. Если фигура ярко выраженного нижнего типа, дольче Габбана вам в помощь. Вы спокойно обходите верхнюю часть, не увеличивая ее никак. Никаких акцентов вверху не делаете. Спокойно проходите. То есть там прибавки 3-4 от силы 5 сантиметров, что нежелательно. Жесткие ткани вам не подходят. Тяжелые ткани вам подходят. Креповые ткани, как вот эта ткань вам подходит, которые бы отвисали вниз немножко. И тяжелые ткани. А низ – это ГД. Это ГД. Где-то ниже бедер, от середины бедра, допустим, делайте себе полусолнцеволанчик. Оборку какую-то пришивайте. На пазе рельефов вот это можно делать, раскрешать. Расширяйте себе нижнюю часть за счет вот таких вот оптических иллюзий, горизонтального какого-то яркого элемента внизу. И она, вот этот яркий элемент внизу, он не будет вас расширять, но он будет уравновешивать широкую верхнюю часть, и общий вид будет похож на вытянутый прямоугольник. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ну, ладно, мои хорошие, давайте будем сегодня с вами прощаться. Опять наш эфир немножко затянулся, но надеюсь, это было вам полезно.